Приветик всем. У нас не очень такое хорошее утро. Началось с тревоги. Такой бах-бах. Два взрыва было. Сейчас 32 ракеты пространствуют. Не при взрывах такие. Сейчас ракета летит. Короче, Томик опять перепуганный у меня сидит. Дом гулять не пошел. Такие дела утренние. Том, тихо. Капец. Слышали? Ужас какой. Прямо в эфире. Ракеты летят. Я быстро хочу мясо поставить в духовку запекать. Хотела я тут немножечко с ней делать, но не буду я под ракетами стоять. В духовке лежит сама. Сама все делается. Ну что, пока у нас там летят ракеты, зарядка по расписанию. Уже сын приходит на 9 утра ко мне заниматься со мной. Вот. И он мне сделал сам зарядку. И говорит, давай, мам, я с тобой... Короче, у нас была парная разминка. Зарядочка такая. Вот. А потом он уже отдельно со мной занимался еще в течение часа. Луча у меня там дальше. Мясо жарится. А мы тут с ним занимаемся своими делами. Ракеты летят, короче, свистит все. Шахеды летят, а мы тут. Ну что делать? Ну что делать, скажите? Жить-то как-то надо дальше. Ну что сидеть, прятаться? Пролетит, так прилетит. Так, смотри, сейчас делаешь. И слушай, не надо. Да. Вложишь ножки. Вот. И смотри. Получается, ты сначала ходишь вперед, ровно с рукой. Потом тянешь на себя. И в плене сильно ходишь. И выделиваешь локти максимально. В конце фиксация. Плавненько опять рубила. Хорошо, мы остались без света. Вырубил у нас весь район. Но из-за попадания какого-то в энероструктуру нашу. Поэтому неизвестно, сколько у нас не будет света. Это очень печально. Пока вода есть. На генераторах работает. И тоже неизвестно, сколько они будут давать воду эту. Но надеюсь, что не оставят нас. Хотя бы по графику вода будет. Так все печально. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Ви в ренту? Да. Все хорошо. Все хорошо. Проводимо развивку струкции в очну. И на первый повар. Проводим. Доброе отличие ко всем. И самое доброе. У нас оно не очень доброе. У нас продолжается второй день. Обстрелы, бомбежки. Русские. Русские стурили. Вчера. Вечером опять-таки взрывы были. Шахи долетают. Ракеты. Вчера. Вечером. Такой сильный взрыв был. Курди рядом. Но это казалось не рядом. Где-то в километрах пяти от нас. В прямом центре города. Потом, похоже. Через часа полтора мы узнали, что попали в отель. У нас самый крутой отель. Называется. Аврора. Назывался. Потому что его уже нету. Сейчас ставлю сюда видео. Ну, не говорят сколько поедешь. Как говорят. Но понятно, что это неправда. Там, если посмотрите на видео, в середине вообще ничего нет. То есть там огромнейший отель был. Вообще все перекрытия попадали. Все такие дела. Ну, а мы с Валерой собираемся сейчас на квартиру. Поконечно будем решать мои шторки пошитые. Спустя несколько дней. Никакому уже нет времени. Потому что я же не могу залезть на стол и поменять их. Еще надо его помощь. Сейчас нам пошла собачка поменять. А я его жду поедем. Света нет. Воды нет. Такая ерунда у нас. Такая жизнь. Опять сегодня будет жаречка. Вода. Еще обещают неделю, а то и больше жару. Вчера где-то огрался. Тридцать шесть, было тридцать семь, наверное. Вот. Ну и сегодня столько же. Ну. Вот это я одела все так. Все пикала. В первый раз зали так делала эти шорты. Все так видно вот эти мои шрамы еще. Ну ничего. Все. Кому. Не нужно. Пусть. Пусть не смотрят. А? Турки подцепила уже. Вот эти вот. Ну. Нормально. Еще хочу вот эти шторы на светлые. Блокаут заменить. А тут вот такие вот получились красивые тоже. Купили пылесос новый. Красота. А потом мы поехали на работу. Красава Валера была им деталка там с тремя мальчиками. Он позанимался с ними. Еще нам потом надо было ехать еще кое-куда. И я его ждала сидела. Как раз снимала там для инстаграма видосики для нашего клуба. Ни. Сан. Ши. Го. Хорошо. Руки вместе поставим. Алмазное отжимание. Поехали. Молча. Ни. Что это за промокашки падают на пол? Сан. Ровно опускаемся. Ши. Макар. Выше попу. Голову спрятать. Сан. Дальше макушка. Между руками. Ши. Ши. Работа едим домой. Скупились там. Овощи купили. Там арбузы были очень дорогие. Мы один купили. Вон там лежит багажник арбузик. Вот сейчас решили подешевле купить. Очень классные. Тут такие тонко-тонко шкуры и такие остатки. А тут арбузы по 8 гривен, а там мы купили по 10 гривен. Ну, в основном, арбузик 10 килограмм. Там 8 гривен. 15 гривен. Деньки по 25 гривен килограмм. Опять вернулись с мужем на работу. А света же долго нету и получается темно в зале уже. И нужно генератор включить, чтобы свет включить. Кстати, сегодня повесили плакатики на кошке свои. Ну, видно. Сюда. Торое дело, не сказать. А, всё равно думаю, что делать без света. У меня подниматься, любить так. Это жало, конечно. Вчера торопа поднималась после того дня. Уже 8 часов нету. Света, приди! Света! Давайте познаем света. Конечно. Конечно. На свет ладно. Ладно, чтобы вода была. Воды нету. В чем дело. Самое неприятное. Воды нету. Детей что-то мало ходит. Или у людей нету денег. Или это то, что лето заканчивается. Сейчас все скупляются к школе. Мы еще немножко подняли цену. На абонемент буквально на 50 на 100 рублей за месяц. Как бы не так сильно много. Детей летом, наверное, не ходило. Процентов 60 не ходило. На подсосе таком, конечно. Мне надо уже в Киев ехать. Ну, уже на 1 сентября. Дети под школу. Я сделаю себе ренеены и поеду в Киев. С моим доктором, который мне делал вопросы. Показаться. Так отеки не испытает она. Не знаю почему. Завтра буду анализы еще сдавать. Она у терапевта. Что-то за ерунда. Говорит, может это из-за жары, что жара. Говорит, у них дотикают ноги сильно. Кто его знает.